здание так называемой торговой ряды она находилась в очень плохом состоянии реконструирована теперь мы привели его в нормативное состояние она соответствует тем требованиям которым должно соответствовать и здесь будут происходить сменные музейные экспозиции одна из которых сегодня открылась и посвящена 90-летию илутровского музея я посмотрел мне тоже понравилось достаточно интересно я думаю что для жителей илутровской гостей города это тоже будет одно из таких знаковых и примечательных мест которые можно посетить и узнать о интересной истории этого города потому что этот город славен у нас тем что здесь в определенные годы жили декабристы здесь есть очень знаменитые знаковые люди которые сыграли свою роль не только в развитии города но и всего государства российского как например савва мамонтов и конечно его судьба она тоже очень интересно она очень непроста скажем так и то как человек вложил столько сил собственных средств в развитие нашей страны закончил конечно свою судьбу не очень хорошо вот это все так сказать уроки истории которые надо знать ну и конечно я надеюсь на то что здесь будут проходить том числе и уроки истории здесь будет очень много молодых жителей города илутровска которые будут приходить сюда будут проводить уроки будут знакомиться с этим но и не только в урочное время но и в свободное время для того чтобы лучше знать историю своей малой родины там где они сегодня живут когда знаешь свою историю то естественно значит и в будущем не совершишь тех ошибок делаешь какие-то выводы поэтому я думаю что это очень такой важность знаковый объект это начало в городе илутровске потому что у нас есть еще планы по развитию как раз музея декабристов не в том состоянии в котором мы его себе представляем поэтому ближайшие два-три года будем заниматься этим проектом ну и конечно есть большое желание вот то что касается сам мамонтово здесь тоже есть дом где он жил тоже сделать и музей и вот эту историю развить гораздо глубже для того чтобы это тоже было местом такого активного посещения и для местных жителей и для жителей региона и из тех кто приезжает к нам в наш регион в том числе из-за пределов российской федерации сожалению у нас это не только в тюменской области в том числе в российской федерации музейных работников существует мнение что главное их предназначение это сохранить фонда да нет с от главное предназначение музейных работников показать фонды чем большее количество людей будет их видеть вот музейные работники значит выполняют свою функцию сохранить само собой но в первую очередь показать Поэтому мы работаем не только в этом году, потому что просто совпало, что несколько проектов, которые открылись именно в этом году, но мы же понимаем, что чтобы открыть это здание, его надо было как минимум подготовить проектную документацию, отреставрировать, привести его в нормативное состояние, потому что первоначально оно далеко, конечно, от этого вида было, а уже потом начинать здесь показывать те фонды, которыми богат наш регион. Продолжение следует...